Всем большой привет! Сегодня с вами будем смотреть заказ Арифлейм. Он небольшой, можно сказать, совсем крошечный. Но давайте посмотрим. Все равно покажу, вдруг кому-то буду полезной, интересной. Посмотрим с вами еще каталог, полистаем. Ну и обсудим все фланкеры аромата Валаре. Приступаем. Что же я заказала в первую очередь? Во-первых, у меня была скидочка. Не скидочка, как это называется, по программе для спонсоров от новичка. Там можно было взять один продукт до 1000 рублей. Решила я взять вот такие вот очки. Хотела их за денежку, а потом решила, почему за денежку буду брать, когда можно пробить их по этой скидке. Они достались мне за 49 рублей. Кто хочет также получать скидочки, но сейчас у них немножко другая система. В личном сообщении все напишу. Ссылочку для регистрации я оставляю. Даже есть какая-то надпись, только сейчас увидела. Your time to shine. Твое время сиять, наверное, так, сверкать, блистать. Очки красивые. Это пластмасса, но, по-моему, тоже пластмасса, да? Градиентная, от черного к такому вот, да? Светлому, более светлому. Вот так вот тут все выглядит. Такие тоже дужки. В общем, форма мне понравилась. Очень такая интересная, какая-то пермидальная даже, да? Я не знаю, призма, что ли. Как это назвать? Я не геометрик. В общем, как-то так. Такая очень сложная форма у очков. Интересно смотрится. Я уже примерила. В конце покажу вам их на мне, как они сидят. Оцените. Ну, а так очень стильные, красивые очки. Буду с удовольствием носить. У меня их вообще очень много. Трифлейм стараюсь брать, потому что действительно они защищают глазки. Даже вот едешь за рулем, их я надеваю, и все нормально видно. То есть они прям комфортные для меня. Поэтому я их стараюсь всегда брать. Реально очки хорошо носятся. Много лет их беру. И прям вот с удовольствием ношу. Приходят они вот в такой коробочке блестящей. Тоже уже классика жанра, можно сказать. У них аксессуары много в таких коробочках приходит серебряных. И здесь вот такой есть мешочек. Тайм, тушань, время сиять. Ну, это можно даже вот протиралочку. Вот я сейчас их примеряла, оставила след. Все протерли спокойненько. И положили в этот мешочек. Либо у меня много футляров тоже есть. От Novage тоже очков полно. Но поэтому есть куда положить. Ну и все, собственно, на этом мой заказ закончился. Если бы я выбрала доставку в СПО, я бы оплатила где-то 150 рублей она сейчас стоит. И плюс 50, то заплатила бы я 200 рублей за очки. Но Лена пошла сложным путем. Я не хочу ездить лишний раз в СПО. Это в соседний город. Плюс они там работают. Не пойми, как у них свой режим, под который я должна подстраиваться. Мне это дико неудобно. И я им сказала, все, больше я к вам не приеду. Хотя там моя наставница. Вот. Но меня это, честно, вот напрягает туда ездить. И приходится мне заказывать в пятерочку. Доставка в пятерочку сейчас не дешевая. 275 рублей. И чтобы не платить мне 275 рублей, Я так посмотрела, что Арифлейм у нас предлагает, да, вместо бесплатной доставки, какой продукт. И предлагает нам, ну, более-менее выгодно. Это вот такой вот парфюм Воларе Моменс. Воларе Моменс или Моменс. Ну, как-то так. Это розочка с зеленым хвостиком. Сейчас будем... Про них я буду рассказывать. Будем смотреть, как они выглядят и так далее. У меня есть. Я пока этот распаковывать не буду. Посмотрим коробочку. Вообще у меня заказ вышел полностью на 950 рублей. Плюс каталог вот сюда входил 32. Это тоже в эту сумму. И пакетик. Странно, что положили пакетик бумажный. Уже давно не клали. Я прям очень рада, дико рада. Молодцы. Арифлейм начали вкладывать пакетик. Значит, парфюм-то сколько у нас стоил? Честно, не помню. Ну, вот считайте. 950 минус 49, да, минус 32. Вот как-то так парфюм стоил. Это еще... Ну, вот и включалась бесплатная доставка. В принципе, выгодно. Полностью у меня заказ вышел на 950 рублей. Повторяюсь уже, да. Итак, зеленая розочка. Вернее, розочка с зеленым хвостиком. Вот так вот выглядит парфюм. Вообще мне нравятся, конечно, вот эти вот флакончики с розочками. Я стараюсь их коллекционировать. Они очень красивые. И все... Но отличаются, да, друг от друга. Это фланкер. Главный аромат у меня тоже есть. Тоже в таком флакончике. С золотым хвостиком. Вот это главный тип того. Я на фрагрантик зашла. На фрагрантику посмотрела. И там, значит, у них другой совершенно флакон нарисован на картинке. Я такой флакон не застала. Почитала комментарии. Пишут, что такой флакон... Тот флакон старенький, да, кругленький такой. В серединке крышечек с розочкой. Значит, он был где-то в 90-х даже годах. В 90-х годах уже был вот этот вот аромат. Валаре – это как визитная карточка компании «Арифлейм», я так понимаю. И он был выпущен. Все отметили это, что... Как сказать... Как можно сказать аналог «Трезо» от «Ланком». Но более лайтовый вариант. То есть он очень похож на «Трезор» от «Ланком». Я смутно помню, честно говоря, «Трезор». Хотя он у меня был в мини-версии, я его относила. Да, он такой душноватый. Это тоже такой же душноватый. Розово-пудрово-помадный. Немного ретровый. А может быть и много. Кто-то пишет, очень ретровый. То есть его носить могут не все. Это на большого любителя. Но на фрагрантике я прочитала, что вот этот вот аромат выпущен в 2010 году. То есть намного позже, да? Хотя появился он в 90-х. Вот какая-то неверная немножко информация. Парфюмер «Фабрис Пелегрин». Вот этот аромат выпущен в 2020 году. Парфюмер тот же «Фабрис Пелегрин». Чем же они отличаются? Во-первых, это для меня, да, такой цветочно-пудрово-древесный какой-то аромат. Помад, помадный даже. Такая вот я нанесла. Чувствуется ретро-помада. Вот помада розы. Вот эта вот болгарская, возможно, роза. С помадой перемешан. Ну, такой душноватый немножко аромат. Но, в принципе, красивый. Если он немножко подвыветрится, где-то в холод его можно, да, наносить. Он красиво раскрывается. Все равно он нравится мне. Иногда под настроением. Так вот он открывается. Такие колючки у них тут, шипики. Под настроением. Какой-то вот такой вот, ну, не знаю, когда захочется какой-то прям смачной розы, да. Здесь у нас еще есть и ирис, и фиалка. Что у нас тут еще есть? База на сандале, амбре и мускусе. То есть здесь вот амбры нет. Здесь база у нас сандал тоже, мускус и что-то еще. Сейчас вспомню. Я помню, что здесь есть лист фиалки, груша, фрезия. Итак, здесь есть у нас магнолия, фрезия, пион, асмантус и база, в базе есть еще кедр. Ирис и ирис, да. В общем, такая база более цветочная, более свежая, более озоновый этот аромат. Ну, все равно здесь чувствуется вот эта вот помадность, все равно здесь чувствуется ретровость. То есть для меня вот эти ароматы, ну, они в какой-то степени очень сильно похожи в 90%. Ну, да, похожи. Все равно похожи. Даже очень сильно похожи. Вот эти два, вот этот фланкер, самый близкий вот к этому аромату. К самому вот главному, да, так скажем. Вот, а здесь у нас есть даже сирень. Вот, и ирис. То есть такой более цветочный парфюм. Более ретроид. Более, так скажем, насыщенный. Он вообще не озоновый. Он очень сладкий для меня, но сладко-терпкий. Вот, а здесь более чувствуется болгарская роза, вот именно такая более свежая. Именно болгарская. Вот даже есть какая-то кремовость. Чувствуется в базе. Какая-то уходовость. Вот так могли пахнуть кремы. Вот как-то вот такой. Все равно тяжеловатенький, но все равно они такие интересные. Ну, не знаю, для меня красивые. Да, они в стиле 90-х, 2000-х, я говорю. Они такие ретровые ароматы. Не современные нисколько. Но все равно имеет место быть. Нравится мне. И вот хочу еще показать. У меня есть два аромата. По-моему, вот этот вот он раньше выпущен или позже. Золотой. И вот такой вот белая роза. Давайте про них немножко поговорим. Здесь уже вообще, кстати, парфюмеры другие. Значит, вот этот розовый выпущен в 2017 году. Парфюмер Эвелин Боланжер. И у него здесь мало нот. Персик, роза, карамель и соль. Характеризуется на фрагрантике как цветочно-фруктовый аромат. Более карамельный, более такой гурманский чувствуется. Но все равно вот эта розочка, она проскальзывает. Но здесь она мимоходом проскальзывает. Это хорошо для меня, потому что хочется чего-то, что не очень сильно будет похоже на ретровость. Этот более носибельный, более современный. Более такой сладковатый, приятный. Как бы вот так. Красивый весь такой золотой из себя, да? Красивый аромат. Made in Sweden. А здесь зеленая роза вот у меня. Здесь Made in Poland зеленая роза. А главное, классическая Made in Sweden. Вот такая вот розочка. Юбилейная, по-моему, да, она называлась. Тоже красивая розочка. Очень красивая. А, кстати, вот здесь вот персик еще. Но персик и абрикосы есть заявлены и вот здесь, в классическом. Но я здесь их чувствую какими-то очень сильно припыленными, может быть, присушенными на солнце. То есть они более такие вот сладкие персики. Но опять же, роза для меня здесь прямо она вот очень сильно превалирует. Беленькая розочка выпущена в 2016 году. Парфюмер Винцент Шалер. Здесь у нас есть засахаренный миндаль, орехи, мускус, причем белый мускус, кашемировое дерево в базе, белые цветы. Белые цветы и, и, и. Так, роза, по-моему, графская роза. Цветочные ноты и таивская роза. Графская роза вот здесь. Здесь таивская роза, спутаешься. Так, здесь еще в начальных нотах есть малина, розовый грейпфрут. В общем, он цитрусовый еще, этот аромат. Вот, очень много нот. Вот этот аромат, он самый сложный и самый классный для меня вот из всех. Потому что он непростой в раскрытии, он играет, и малинка чувствуется, и вот этот грейпфрут, и горьковатость грейпфрута, и вот эта вот томность кашемирового дерева. И жасмин, кстати, чувствуется очень красивый. И розочка здесь, как бы сказать, тоже есть, да, вот эта таивская. Но более свежая, такая вот смешанная с фруктами, очень красивая. Поэтому она для меня не помадная, не ретровая. Наоборот, более современная, хоть и выпущенная в 16-м, а вот этот в 17-м. Но это такой простой, тут карамель, соль такой. Все равно здесь роза такая чувствуется, помадная слегка. А этот вот больше, больше как-то вот, потому что, наверное, парфюмер совершенно другой, да. Вот, хотя здесь вот другой. Ну, вот здесь вот прям замечательная роза. И подруга у меня тоже любит вот такой парфюм. Ну, то есть он нравится больше всем, чем вот эти вот все остальные. Вот так вот немножко я вам про них рассказала. Ну, и давайте полистаем каталог. Очень рада, что у меня есть целая коллекция 4. Если есть еще какие-то розочки, напишите, потому что я больше никакие не поймала. Так, вижу, видно. Вижу, не вижу. Ну, так, быстренько полистаем, пройдемся. Сильно не буду ни на чем останавливаться. Этот каталог у нас будет действовать с 1 апреля по 20-е. Давайте посмотрим. Я его еще, наверное, не листала особо. Что вот, например, меня зацепит, да. Крем для рода, подарок. Косметичка красивая, большая. Но дорогая, хотя полторы тысячи при заказе на две тысячи из этого каталога. То есть полторы минус, если 20 процентов, 300 тысяч, 200, она получится. Размеры 12 на 9 на 20. То есть 20 сантиметров, ну, такая достаточно. Большая, толстенькая, 9 сантиметров и 12. Будет вот так. Ну, не знаю, внутри она вот, наверное, просто вот открывается и все. Замочки никаких отделений. Дороговато все равно, за 1200 все равно дороговато. Косметичку у меня, в принципе, полно. Хотя я верю, что она будет качественная. Reflame делает хорошие, качественные, действительно, на века косметички. У меня есть много тоже от Reflame. Люблю спонжики коньяку. Да, это же он. Хотя тут написано просто для умывания. Но он, наверное, твердый. Когда размачиваешь водой, то получается мягкий. Можно им хорошо даже проскрабироваться, умыться и так далее. Весе 29 рублей. Вот. Здесь у нас все, в принципе, обычно. Крем для рук. Массажер для снятия отеков. Кисть для крема и сыворотки. По 400. Вот они очки эти. Часики. Ну, в стиле Reflame такие у меня подобные есть. Сумка какая-то, мне кажется, она будет жесткая, большая и не очень удобная. Не знаю. Не очень мне понравилась. Была бы она немножко как-то поменьше. Мне кажется, вот этот вот большой слишком для нее размер. Ай, здесь я, мне вроде бы ничего не нужно. Помадки 500. Карандашки 239. Не знаю. 600 рублей. Все. 550. Лаки 300, 400. Такие вот жидкая помада. Эликсир 839. Еще одна косметичка за 3000. Смешная цена совершенно. Так, тоналки. 900, 700. Ой, 700 это кисть. Я уж подумала, неужели такую цену сделала. Нет, 1200. Ну, я хотя пробовала вот эту тоналку, она мне не очень подошла. Слишком, как бы сказать, она так, знаете, легко наносится, как водичка. Многим нравится, да. Ну, вот, ну, как-то так. Так, туши. По 600 рублей. Зеркальцем. Так, Giordani Gold Essence за 300. Элви вот у меня заказали. Буду заказывать 1000 рублей. Это классический Амур. Не чувствую уже. Так, это у нас Lucy Sparkling Fantasy. Это новогодняя, по-моему, лимитка, да. Он такой слишком нежный для меня, как бы. Хотя на весну, возможно, хорошо пойдет. Люблю вот эту сирень. Нравится. Именно такой аромат белой сирени. Жаль, что он не очень стойкий на мне. Это слива, действительно слива. А это для меня ваниль. Прям классическая, красивая, вкусная ваниль. Тоже для меня не стойкий. Так, здесь по три страницу. Вкусненько пахнет вот этот спрейчик. Не знаю, наверное, опять на мне будет не стойкий. Вот 1000 рублей. Ну, он мне не нужен. Я бы вот один гель взяла. Так, такие у меня все есть ароматы. Нравятся. Такой мне очень нравится. И муж заценил. У него такая база прелестная. Ягодно-цветочная. Такая какая-то смачная, вкусная. Вот эта молекула Centarius Juicy, она просто действительно вот завораживает. И когда, например, я в комнате его нанесла, да, и ушла. И приходит туда муж и спрашивает, ну, какой вкусный аромат. Кто это надушился? То есть, прям стоит аромат такой приятный-приятный. Вообще обожаю. И редко у меня, когда мужу нравятся какие-то действительно ароматы. Вот он этот заценил, поэтому да. Этот мне тоже нравится. Он теплый такой, кожаный. Очень дорогой на мне вот звучит прям, знаете, целый день. Что этот, этот вообще на одежде звучит. Я вот его брызнула на розочку-брошку тканевую, да. Вот до сих пор звучит. Уже месяц прошел. Так что вот прям вообще оба стойкие, оба классные. Натали Ларсон его сделала, по-моему, и тот, и другой, если я не ошибаюсь. Но этот точно, вот про этот я не помню. Поэтому оба классные. И вот классическая роза Валаре. Листья фиалки, лепестки роз и кожа уже написано. На фрагрантике про кожу вообще нет ничего. Ну и кожи здесь, собственно, я не слышу, честно говоря. Магнетиста тоже очень завораживающий. Но он прям яркий-яркий-яркий. Он прям вот такой здесь розовый перец, французская лаванда, сандал. Все такое какое-то будоражащее сознание. Ну, тоже красивый. Вот этот тоже мне нравится. Очень дорого звучит. Здесь тоже черная свородина, пастифлора, сандал. Действительно, они стоят своих денег, они красивые. А здесь у нас роял. Да, есть у меня роял еще в старом варианте. Но он как-то меня не цепляет. Он такой для меня нежный какой-то карамельный. Здесь мандарин, аморелис и сандал. Ну, средняя концентрация. И он прям такой нежный карамельный какой-то. Вот этот у нас классический, да, Giordani Gold Woman. Есть у меня любители. Он тоже в ретро, но он еще с шиприком. И здесь он цветочно-древесный. Мандарин, флердоранж, пачули. Ну, есть любители. Он действительно дорого тоже звучит. Но немножко в ретро уходящий, поэтому не современный. Так, здесь мужской. Лежит у меня такая вот, по-моему, водичка. Думаю отдать мужу или продать. Но он такой какой-то, не знаю, не понимаю я. Я уже в ларе пахну просто. Здесь древесный ветивер. Бергамот, черный перец, ветивер. 1900. Ну, наверное, хороший такой. Вот эти Glacier это немного не мое. Как и Venture тоже не люблю. Они какие-то такие химозные для меня. Все, вот этот вот хочу купить. Но никак на него скидку не поймаю. Вот этот я, по-моему, брала. Он и есть у мужа хорошенький, такой теплый. Черный кардамон, красный гуарана, амбра. Мистер Джордани лежит. Что-то его мне никто не берет, не нравится. Какой-то он слишком свежий, не знаю. Так, Signature. Ну, такой свежий. Я думаю, что будет приятный. Poses, Абсолют. Перцовенький, но тоже ничего. Я люблю перцовый аромат. Мне нравится. Так, мужская серия. Это у нас Велла Софи, дорогущий. Я их здесь не беру. Я в другом месте беру. Здесь я все пробовала из Велланс, по крайней мере, раньше. Нравится, знаете, что? Вот детская омега жидкая. Вот сейчас детскую омегу жидкую нигде не найдешь. А вот в Арифлэме есть, но она дорогая. Но иногда вот по акциям я, конечно, стараюсь ее брать. Вот она, хорошая, с таким лимонным вкусом. И дети ее пьют, и хорошая там дозировка омеги. Вот единственное, что мне очень нравится, так это она. Остальное как бы такое мимо проходящее. Так, Ваунд. Ваунд. Не знаю, пока не пользуюсь. Так, так, так. Дороговатенько все. Ну, кто хочет, кто любит, конечно, берет. Для меня это как-то мимо проходящие пока варианты. Что-то, конечно, люблю, что-то так себе. Маска вот лежит, никак не могу ее использовать. Как-то для меня, не знаю, плохо впитывается. Наверное, ее с перчатками нужно. Никак не могу допользовать. Маска разогревающая у меня лежит, пока не пробовала. Так, хорошее средство Илео, но дорогие. И вот эти маски мне очень нравятся. Очень нравятся. Вот кроме угля я не пробовала, а вот эти вот. И дочке нравится на длинные волосы. Знаете, какой, во-первых, аромат, и во-вторых, хорошо расчесываются волосы. Вот они классные. Так, щетка, ободок. Смотрите, девчонки, какой классный ободок. Но я не буду брать слишком. Он какой-то обширный, да, широкий. У меня куча ободков на самом деле, поэтому этот не зацепил. Так, 529 крем там было. Эти шампуни, ой, не шампуни, крем для душа и сахарный скраб в 400 с хвостиком по 700. Так, мыльца, розочка, 129, 289, гель, 850 Илео. Эти пока не пробовала. Так, с кокосиком мне нравится аромат. Вот, хорошие. Кремы для рук. Шоколад мне понравился. Вот хочу попробовать как-нибудь клубничку и грейпфрут. Может быть, надумаю. Гели вот эти как-то, Нейчур, плохо стали пениться. Не знаю. Вот. Интимки 389, да. А, при заказе двух, 329. Бритвенный станок. Как станок, кто пробовал? Хорошие? Нет, не знаю. Пасту с фтором я не беру. И вот такие мыльца по 119 рублей. Кремики для рук. По 189. Что-то новенькое. Какой мятный-мятный аромат. Освежающий спрей для ног. Так, это у нас крем смягчающий для ступней. Крем антиперспирант. Всякие пилочки. Щеточки. Масочка для ступней. Носочки. Люблю носочки. Действительно, вот крем намажешь. Я вот мажу крем, да, на ночь. Надеваю вот такие вот носочки. Но я их покупала намного дешевле. Рублей 150-200. Здесь 640. Ну и вот такая вот помада кремовая за 200 рублей. Из серии On Color. Ну, в принципе, неплохая помада за 200 рублей. Можно попробовать. Ну, у меня есть, наверное, помада. Здесь, наверное, перламутр. Я не люблю, да. Не люблю перламутр. Оттенки насыщены яркими пигментами. Перламутр это не мое. Поэтому брать не буду. Вот так, какой бы я взяла оттенок, не знаю. Честно говоря, какой-то не цепляющий оттенок для меня. Вот такой был каталог. Возможно, опять какой-то минимальный заказик будет. Ну и на этом буду с вами прощаться. До скорых встреч. Спасибо за комментарии, подписки, лайки. Пишите, комментируйте. Всем прекрасного настроения весеннего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok